здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги с вами светлана соколова вы на моем канале и добро пожаловать компания diamant попросила рассказать всем моим зрителям и моим подписчикам о том что сейчас на их сайте проходит конкурс в котором можно выиграть iphone если вы собирались делать заказ в этом интернет-магазине то обязательно поучаствуйте в конкурсе в розыгрыше и я думаю что кому-то из моих именно из моих зрителей и подписчиков повезет и вы выиграете iphone и условия этого конкурса вы найдете на сайте diamant а я ссылочку обязательно оставлю под видео чтобы вы могли легко найти сориентироваться а если есть у вас какие-то вопросы пишите менеджерам звоните там у них есть бесплатный телефон по моему есть а сегодня давайте мы с вами рассмотрим вот такие дизайны и самые популярные сейчас которые выполняются буквально за 5-7 минут и вы легко с ними справитесь и я сейчас вам покажу это мозаика это вот такие вот сатиновые эффекты а также градиент при помощи пигментов и хромов если вам интересно оставайтесь со мной и так поехали нанесу на ноготу гель-лак у торговой марки diamant номер 062 чернично-черный цвет гель-лака практически в один слой перекрывает типс но нанесу два слоя потому что чернично черный превратится практически в черный отправляю в лампу после нанесения второго слоя этот цвет превращается практически в черный отправляю в лампу переводная фольга вот в таких рулончиках у торговой марки diamant отлично отпечатывается на остаточную липкость от гель-лака высох ноготок я сушила его 30 секунд и сейчас отпечатаю фольгу фольга обитое стекло всех цветов и оттенков ну что давайте отпечатаю золотая синяя и красная далее как классно четко если где-то не пропечаталась то можно вполне доработать можно перекрыть глянцевым топом а можно перекрыть матовым я перекрываю матовым отправлю в лампу вот такой сатиновый дизайн получился на гель-лаке есть еще вот такая гель краска черная взяла белую есть еще черная гель краска с остаточной липкостью и она также отлично справляется с отпечатыванием фольги но что же давайте гель красочку теперь протестируем на предмет отпечатывания фольги гель краску нужно наносить и два тонких слоя либо в один средний отправляя в лампу на 30 секунд прошло ровно 30 секунд отпечатаю фольгу на ноготочек для того чтобы фольга отпечаталась не спешите сразу ее отрывать из ноготочка подержите несколько секунд затем только отрывайте добавлю еще синего цвета какого мне еще добавить зеленого добавлю зеленого и побольше красненького снова перекрывая финиш и можно перекрыть глянцевым я перекрываю матовым отправлю в лампу вот таких два разных получилось дизайна фольгу отпечатывала на липкий слой гель-краски и гель-лака вот такие два разных и оба на мой взгляд симпатичных следующая задача у меня стоит вот с такими пигментами это пигменты от торговой марки диамант это хром серебряный номер 10 22 76 и золотой 10 23 75 нанесу тот же самый гель-лак на ноготочку отправляю в лампу и еще один понадобится потому что будем делать два разных дизайна тот же самый гель-лак наношу наношу мне нужны темные цвета но я хотела вам показать именно торговую марку диамант но не к сожалению черного гель-лака у диаманта нет поэтому я выбрала самый темный и показываю вам на самом темном чтобы было видно и понятно отправляю в лампу беру серебряный пигмент набираю на кисть небольшое количество пигмента и втираю на липкий слой возле кутикулы наношу побольше прям так хорошенечко наношу не жадничаю растягиваю пигмент создавая градиент перекрываю финишами без остаточной липкости постарайтесь хорошо убрать излишки пигмента чтобы за кистью ничего не тянулось отправляю в лампу вот такой получился ноготок можно выбрать любой пигмент и сделать вот такой плавный градиент перекрывая финишами без остаточной липкости отправляю в лампу теперь мне понадобится золотой но для этой работы мне понадобится кисть поменьше совсем маленькая нанесу возле кутикулы сначала прихлопывающими движениями на ноготок вот такой у меня получился градиент теперь я перекрою финишем отправлю лампу еще один несложный дизайн снова воспользуюсь тем же самым гель-лаком да тем же самым потому что мне он нравится отправлю в лампу нанесу тоненько базу тоненько тоненько для того чтобы мне удобно было распределять дизайн базу не сушим теперь буду использовать вот такие яркие разноцветные каме фу буки но на черном они конечно не будут смотреться такими яркими качестве основы конечно можно использовать и белый цвет подложки тогда дизайн будет смотреться еще ярче теперь я разложу каме фу буки так как мне нравится а Продолжение следует... Прелесть этого дизайна в том, что вы можете двигать столько, сколько хотите. Старайтесь располагать элементы так, чтобы между ними было примерно одинаковое расстояние. Отправлю в лампу. Я перекрываю финишем без остаточной липкости. Эти камефубуки тоненькие и особого какого-то выравнивания поверхности не требуется. Отправляю в лампу. Дальше для работы мне понадобится белая гель-краска. А теперь обыграю точками. Можно, конечно, тонкими линиями обрисовать, но мне лень. Я просто поставлю точки. Точки старайтесь ставить одинаковые и на одинаковом расстоянии. Продолжение следует... Отправляюсь в лампу. Если вам кажется, что в этом дизайне чего-то не хватает, можете добавить. Я перекрою матовым топом, но, в общем-то, можно перекрыть обычным глянцевым. Отправляю в лампу. После высыхания вот такой получился сатиновый дизайн. И теперь мне понадобится густой топ без остаточной липкости. И доцем я расставлю точки на местах камефубуков. Таким образом камефубуки заиграют, станут глянцевыми и объемными. Отправляюсь в лампу. Вот такой получился дизайн. Красиво смотрятся капельки, как будто объемные бусинки. Я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас полезным. И вы что-то для себя новенького из него вынесли. Надеюсь, что-то вынесли или не вынесли. Напишите мне под видео, что вам понравилось больше всего. И обязательно заглядывайте под видео. Ссылочки я все оставлю, конечно, в боксике. Ставьте пальчики вверх. Мне будет очень-очень приятно. С вами была Светлана Соколова. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.